В двебках гроб És лодочке Там Бог житая роди А день не бывает Там — лёгко внимая В двебках гробå Govina Там Бог житая роди А день не бывает Там — лёгко внимая Зовут меня Торчик Ирина, я являюсь загадчиком фериала Пагузский клуб библиотека уже 8 годов. Это весновые обряды, мы проводим весной для того, чтобы родил хлеб, чтобы был уроджай в этом году. А когда будет уроджай, значит в осенью будут свадьбы, а когда будут свадьбы, то будет продолжение рода и будет веска жить далее. Традиция жила за счеты, даже в годы лихолечия войны обратно проводили. Один из символов свято – это венок из бервенка. Бервенок – это такая трава зеленая, якая плелася у венок и одевали в этой венке девчата, которые не были замужем. Жанчины – хустки на голову. Другий атрибут – это карагод. Это общинный хлеб. Потом еще в карагоде удельничают икона. Потом за иконой у нас идет калядная зорка. Зазорка – иди у нас грабли. На поле идем с зеленым фартухом, а обратно с поля, в поле меняем червоный и идем с червоным повезцы. И сам карагод. Карагод – как пекся у домашней печи, так он зара и пекется. Это не покупной хлеб. Это хлеб, который общинный. Ранее он был общинный, но зараз, конечно, это робит один человек. Берется велика миска, складается тесто. На тесте робятся с теста три колоска и запекается у печи. Остальное тесто, которое рассталось с его, робят перепечки. Маленькие такие булочки, которые потом тоже съедаются во время счеткования. Гуляете на родную музыку. Это что для вас такое? Это душа? Ну, конечно. Душа, это что играет? Это наша отдушина. Серьезно? Отдушина. Когда я выпекся хлеб, я его зранку нараджают. Потом выходят с хаты и идем на поле. Заходим в поле и просим Бога, чтобы обмукнул землицу и выпустил росиску. Как была роса, как вовремя был и дождь, как вовремя было и солнце. Как уродил уроджай. Поводили там карагода. Идем далее повезцы. И напротив каждой хаты, которая принимает хата, там мы спеваем так само карагода. И идем до клуба. И же возле клуба мы гуляем, спеваем, танцуем. Потом делим карагода. Частуем саги. Ну и, когда можно, еще дольше спеваем. Сколько можно. Как гроб отходить, там Бог же тородит. А день не бывает, там мы сломляхает. Святое. Сам речи. Гэтая брат святкуется по всей территории Беларуси. И его основные складники, гэта першы выган живёла у поля. И обход нивы с караваем. Гэта састрыкается, як на усходзе, так и на заходзе нашей краины. Але вось гэтый вариант, и он цікавый, а крымя іншага, и обходам у сёй вёске. Калі вось гэта карагодная процессия, разом с караваем, заходзіць у кожный дом. И на подворку отбывается вось гэта карагодная такое кола. И отбывается такая, ци таки сбор у сёй вязковый территорий у в одно целое. Калі увесь вязковый социум затверджается, як подрыхтованный до нового земляробчага этапу, до живёлагадовчага этапу. Конечно, вовсцы, які не приймають абрат, ёссь такі, но ёссь такі верують. Калі пройде гэтый абрат, папір адхасы, і пажадаюць на рожэння у раджае в этом годзі, верать і принимають людзі. Можна поспевать, Юрія? Можна. За юрай маце, клюшэц! За падай маце, клюшэц! И чтоб и небо обмарите, да рочи иисус посетите. Ну и кажучи про минавита пагузский каравай, я натримав статус ЮНЕСКО. Причем статус того обрада, якому потребуется неоткладная хова. И вот эта идея, которую мы называем зараз, с одного боку это поддержка обрада, с другого боку это довольно штучное вмешание у натуральных ходов. И я пока что не ведаю, как отримается, что это даст. Але важно тое, что мясовые жихары побачат каштовность своего обрада. Зразуметь, что это имеет значение не только для нескольких человек, нескольких жихаров, которые остались в городе, но и на таком республиканском масштабе. Музыка Эта вёска именно сохранила багато своих традиций. Приходит зима, и у нас зимние традиции, зимние обрады проходят. И я меркую отым, что чему отличается от других вёсок, тут уся вёска верить в это, вы понимаете. Усе жихары верят в это. Поэтому оно и живее, поэтому даёт такий толчок усим, что это на самом деле должно отбываться. Коли сте от одной со старейших жихарок я записала вельмя цикавый оповед. Коли вось мясцовые бабули засумневались, а хто то Юрье? Може не хто того Юрью, и толь ки вось на образах децца сядеть некий невядомый дядька. Юрье! И вот скажешь, что легла я спать, и вот якусь он мне застукал хтось в окно. И подхожу до окна, и бачу, пригоже молодой мужчина, где на белом коне, где конь таки, и поехал по поле. То бок мы бачим, что уласно гэтый образ мае для восьмясцовых жихаров такую нешираговую выключенность, такое значение. Юрье! Постерасу голодное! Так как уже получается я головная хранительница этого обряда, я надеюсь, что лес мой будет долгий, и я так само найду человека, який сможет долучиться до этого, перенять традицию и далее протягать. Юрье! Постерасу голодное! Юрье! Постерасу голодное! Субтитры создавал DimaTorzok